В эфире новости 24 на канале ННТ в студии Махач Курбанов. Коротко о главных событиях сегодняшнего выпуска. Делегация посольства Швейцарии и Муфтиад Дагестана договорились о взаимном сотрудничестве. Встречи, переговоры и страдания людей, увиденные своими глазами. Репортаж нашей съемочной группы из Сирии. Улыбки детей и неподдельная радость родителей. Школа райские птички вручила аттестат своим выпускникам. Делегация посольства Швейцарии в Российской Федерации посетила с рабочим визитом Муфтиад Дагестана шейха Ахмада Афанди. Стороны обсудили нынешнее состояние мусульман в Дагестане и Швейцарии. Наметили дальнейшее сотрудничество. Подробнее Гамзат Нурмагомедов. Муфтиад Дагестана шейха Ахмада Афанди тепло встречает гостей. В их числе чрезвычайные полномочные посолы Швейцарской конфедерации в России и Руси и старшие советники посольства Шурхфранк, Кальдей Доротео и другие. Мы очень рады вашему приезду. И надеюсь, что это ваш приезд, ваша встреча, это хоть первая, но не последняя. И вы без нас просто не сможете там терпеть и часто будете приезжать. После приветственных слов Россия их интересуется дагестанской культурой. Спрашивает о том, как уживаются в Дагестане столько национальностей. Дагестан чем-то отличается от других регионов, тем, что между нациями здесь братство. Ко мне подошла христианка, взрослая женщина, русская, и она говорит... В ходе встречи стороны обсудили нынешнее состояние мусульман в Дагестане. В свою очередь, шейх Ахмад Афанди рассказал о структуре деятельности духовенства республики, а также о том, как муфтят выстраивает работу с населением. Учебные там есть медицинские, есть институт, они там получают образование. Мы каждый год делаем аттестацию имаму, соответствуют ли они этой работе или нет. Посол швейцарской конфедерации поделился информацией о мусульманах в Швейцарии. Он отметил, что в их стране такой выстроенной системы религиозной деятельности, как у Дагестана, нет. У нас нет главного муфтия. Вот это, конечно, проблема. Швейцарская делегация находится в Дагестане впервые. Их визит продлится всего два дня. В завершение встречи стороны обменялись памятными подарками. Чтобы всё было, что и хорошо. Гамзат Нурмагамидов, Магимед Магамидов, телеканал ННТ, Махачкала. Дагестанская делегация находится в Сирии с гуманитарной миссией. Ими было проведено множество встреч и переговоров. Цель не просто передачи собранных дагестанцами средств для пострадавших жителей, но и изучение ситуации на месте. Делегацию сопровождает и мой коллега Юнус Гитихмаев. Как война изменила жизнь простого сирийского народа, смотрите далее. В когда-то цветущей стране война уничтожила всё. С 2011 года Сирию покинули около пяти миллионов граждан. Более 13 миллионов остаются в стране и нуждаются в помощи. Половина из них – дети. Постоянная бомбёжка, потеря близких и родных. Тысячи сирийцев стали заложниками сложившейся в их стране ситуации. Отсутствие еды, электричества и даже питьевой воды. Эта сирийская семья уже привыкла к таким условиям. О таких дорогостоящих продуктах, как мясо, они даже не мечтали. Нам очень тяжело. Сирийский народ страдает от нищеты, бомбёжек и голода. Мы целый год не ели мясо. Нида на войне потеряла двух сыновей. Одного убили прямо на её глазах. Второго забрали служить в армию. Вести о нём нет. Она не знает, жив он или нет. Третьего сына Юсуфа война искалечила. Сам Бог вас послал. Мы больше пяти лет не видели таких денег. А это уже другая семья. Хабиба отсыпается, а старшая сестра в ожидании очередной напасти боевиков. Дети потеряли дом и кровь. Отец с братом пропали несколько лет назад. В мирное время мать Хабибы работала в школе преподавателем. Теперь ей приходится учить детей не жизни, а выживанию. История у всех сложная. В городе Хомс таких семей сотни, а то и тысячи. В результате военных действий погибло много сирийских мужчин. Их семьи остались без кормильцев. Женщинам, оставшимся с детьми на руках, приходится жить в очень тяжёлых условиях. Не хватает еды и медикаментов. Скрываясь от войны, люди вынуждены проживать в таких убежищах, где спать им приходится на голой земле. Город Забадани разрушен полностью. Бомбили днём и ночью. Люди тут живут в страхе. Забадани был под обстрелом. На крышах стояли снайперы, которые постоянно стреляли. Стреляли по любому переходящему улицу. Даже по пекарне, где люди покупают хлеб. Когда-то тут земля цвела. Люди жили в достатке. Сейчас для них важна любая помощь. Здесь дагестанская делегация раздала продукты первой необходимости. Мясо, рис, масло. Люди находятся в бедственном положении. Из-за голода распространились разные болезни. Хвала Всевышнему, сейчас к нам пришла помощь от наших братьев из Дагестана. Да воздаст им Аллах благам. Воистину, верующие являются братьями. Мы благодарим каждого, кто посодействовал в этом благородном деле. Более 9 миллионов детей пострадали от войны. Начиная с 2011 года было убито 15 тысяч детей. 50 тысяч остались сиротами. Почти 3 миллиона детей не ходят в школу. Эти страшные цифры – последствия жестокой войны в Сирии. Цифры эти, к сожалению, растут. И растут они поминутно. Люди, вынужденные из-за бомбежек, постоянно менять место жительства. Находиться во дворе собственного дома небезопасно. Горе миллионов истерзанных кровью и бедами людей не стоит ни одна война. Заложниками расчетливости и фанатизма зачастую становятся именно дети, которые все еще надеются на мирное небо над головой. Выставка изделий унцукульских мастеров «Жемчужина Дагестана» открылась в Центре народных художественных промыслов. Экспозиция представляет собой лучшие работы в виде сувениров, изготовленных из разных пород дерева, металла и других материалов. С места событий расскажет моя коллега Алина Хасанбекова. Сервизы, шкатулки, статуэтки, высокие вазы и кинжалы – это одни из некоторых экспонатов, собранных Центром народных художественных промыслов. «Жемчужина Дагестана» – набор действительно ценных работ, в которых показан образ дагестанского быта. Это постоянно действующая выставка-ярмарка изделий народных художественных промыслов. То есть мы официально представляем весь промысел по всей России, в том числе и за рубежом. Здесь представлены изделия от участников наших мастеров унцукульцев и заслуженных мастеров, членов Союза художников России и Дагестана. Как известно, Дагестан уже давно славится своей уникальной культурой и многообразией народных промыслов. Работая над тем или иным экспонатом, любой мастер старается придать своему изделию красоту и величие, присущее Дагестану. Как отметили организаторы, выставка продлится до 10 июля. За это время каждый сможет увидеть, насколько богат горный Дагестан разными видами ремесел. Каждая работа требует нелегкого труда и кропотливости. Каждая из них особенно по-своему и привлекает внимание. Ну а главной задачей послужило сохранение и развитие народных промыслов Дагестана. Алина Хасамбекова, Мухаммад Мухаммадов, телеканал ННТ, Махачкала. Праздник, окончание школы и начало новой взрослой жизни прошел сегодня для выпускников школы «Райские птички». Гостей ждали праздничное угощение, театральная постановка, а также награждение дипломами и грамотами. Вместе с учителями и родителями вчерашние школьники пришли получать свои аттестаты. Поздравить выпускников пришли их родственники и друзья. Побвала на мероприятии наш корреспондент Замрут Гамидова. Каждого выпускника в актовом зале с нетерпением ждали учителя и родители. 9 лет ребята шли к этому дню, и теперь в руках у каждого из них аттестат. Выпускники, а также отличившиеся в учебе медалисты, услышали много добрых слов, напутствий и пожеланий. Первый наш выпуск. Мы гордимся ими, потому что они получили очень хорошие результаты на ОГЭ. Первое ОГЭ у нас было в школе. Мы существуем 7 лет, и поэтому, конечно же, нас радует этот результат. Мы уделяем большое внимание духовно-нравственному воспитанию учащихся. Все ребята добились исключительно высоких результатов в учебно-научной и общественной жизни. Среди них победители и призеры школьных, городских и республиканских олимпиад. Все они с честью выдержали экзамены, продемонстрировав прекрасное знание учебных предметов. Сегодняшний день для меня одновременно и грустный, и счастливый. Грустный, потому что я прощаюсь с этой прекрасной школой, благодаря которой я получила очень много знаний. Провела свое счастливое время, и благодаря этой школе я поняла, что лучше этой школы все равно нет на свете. Теперь выпускники на пороге новой жизни. Окончание школы – это первый трудный этап в жизни вчерашних школьников. Впереди у них поступление в ВУЗы и множество планов, которые нужно реализовать. Зумруд Гамидова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Ну и напоследок курс валюты на завтра. Доллар 59 рублей 8 копеек, евро 67 рублей 49 копеек. Желаю вам всего хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин